ТЭК ДОМ, УК Сервис 24, Новая Трехгорка, АО УЖХ – вот далеко не полный перечень компаний, задолжавших энергетикам в общей сложности десятки миллионов рублей. Самым действенным методом влияния на неплательщиков до сих пор остается отключение электричества. Чтобы жители страдали не так сильно, подача энергии в дома, обслуживаемые управляющей компанией «Велес», ограничивается пока лишь частично. Отключаются лифты и свет в местах общего пользования. В связи с тем, что у данной управляющей компании на данный момент задолженность порядка трех миллионов рублей, им 30 ноября было направлено уведомление о необходимости погашения данной задолженности в случае непогашения, проведения самоограничения под контролем инспектора, что, собственно говоря, сейчас и было произведено. Долги у управляющей компании копились с весны. Виновными в происходящем коммунальщики назначают жителей. Однако, учитывая то, что у жильцов нет прямых договоров с энергетиками, проверить это почти невозможно. Все расчеты за электричество идут через УК. Выход из ситуации есть. Нужно заключать прямые договоры собственников жилья с МОСЭНЕРГОСБЫТом. Но до сих пор эта простая и естественная схема не используется. Компания обращалась в МОСЭНЕРГОСБЫТ с просьбой принять жителей на прямые договора. В ответ им был направлен перечень документов, которые необходимы для рассмотрения этой заявки. Но на данный момент ответ от них с перечнем документов так и не был получен. На конец декабря долги коммунальщиков перед энергетиками только в Звенигороде превышают 10 миллионов рублей. И перед жителями в канун длинных праздников маячит вполне реальная возможность встречать Новый год без света. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.